Старый мир разрушен. Наступила новая эра. Раньше все кричали про электротранспорт, что у него нету будущего. Маленький запас хода, негде его заряжать. А теперь у каждого второго китайского электромобиля запас хода больше тысячи километров, у китайских электромотоциклов под 400 пробег на одном заряде. Классная сказка. Правды в этом, конечно, очень мало, потому что если мы с вами обратимся к техническим характеристикам, то заявленный запас хода от реального отличается иногда более чем в два раза. И как же так получается? Это Allrenda TS Bravo версия 2.0. И сегодня вы узнаете. Как эволюционировали электромотоциклы за последние пять лет? Какой реальный запас хода на этом мотоцикле? Какая максимальная скорость? Какие теперь на него нужны права после поправок 1 апреля 2024 года? Лавочка прикрылась? Почему этот мод шокировал даже опытных байкеров? Первое. Визуальный аспект. Тут можно вообще ничего не обсуждать. Я два года на этом мотоцикле езжу. Поставил себе вот такой руль, который вы себе тоже можете купить, поставить в любом магазине. У нас здесь с вами новые пульты. Первый раз такие вижу. Из интересного здесь есть кнопочка Boost. Мы с вами на замере скорости проверим, как она работает. Также у нас здесь с вами новый обновленный экран. Здесь есть у нас настройки, меню. Также можно подключать телефон. Все как обычно на современных байках. У нас здесь с вами три режима езды. Эко, спорт и нормал, которые мы с вами можем переключать вместо коробки передач, которые ограничивают там вашу максимальную скорость и динамику разгона. Также здесь есть задний ход, что очень удобно, потому что данный байк тяжелый. Если вы куда-то вот так чуть носом съедете, удобно выезжать. Вес байка 250 килограмм. Отсюда вытекает важнейший вопрос безопасности. Как этот мотоцикл будет останавливаться, что за это отвечает. Спереди здесь установлены два, с двух сторон, два дисковых тормоза. Они плавающие, что отвечает за комфортность торможения. И двухпоршневые суппорта здесь стоят. Сзади у нас с вами один дисковый тормоз и однопоршневой суппорт находится. Также установлена система АБС для того, чтобы у вас не заблокировались колеса во время торможения. Вопрос, все ли это хорошо работает и справится ли данная система с остановкой данной машины. Так, сейчас примерно с 50-60 будем проверять торможение с задним тормозом на полную. Ну и конечно тормозной путь очень длинный, при этом АБС срабатывает, колесо не блокируется. Сейчас замеряем с вами торможение передним тормозом, так же в пол, так же примерно с 60 км в час. Здесь уже значительно короче тормозной путь и так же колесо у нас не блокируется. И сейчас одновременное торможение такой же скорости обоими тормозами. У нас уже значительно эффективнее резко вгрызается, несмотря на вес почти 250 кг. И сейчас специальная проверка по песочной насыпи двумя тормозами одновременно. Все, АБС работает. Здесь у нас с вами спереди регулируемая китайская вилка установлена. Сзади у нас установлен амортизатор, который регулируется по жесткости на сжатии отбоя и преднатяг. Эти все навороты, конечно, очень классные, но нужно проверять все это на деле. Изначально подвеска показалась мне жестковатой, поэтому я решил ее отрегулировать. И оказалось, что она просто была затянута в самое жесткое положение. После регулировки она стала очень приятная, мягкая и стала отрабатывать отлично все неровности. Касаемо развесовки, несмотря на большой вес, на ходу мотоцикл не ощущается тяжелым, а наоборот, из-за его веса он становится более устойчив, и ты чувствуешь себя на дороге максимально уверенно. Добиться этого получилось благодаря грамотному расположению двигателя и в том числе аккумулятора, что обеспечило правильный центр тяжести. При этом этот мотоцикл будет все равно достаточно тяжелым для хрупких девушек, потому что у него достаточно высокая посадка и вес все равно большой. Для мужчин подходит идеально. Мой рост 183 сантиметра, вес 90 килограмм, и на этом байке я ощущаю себя максимально комфортно. Кстати, я на нем и езжу в повседневке. Теперь с вами пообщаемся про фишки этого мотоцикла, которых здесь нету. Никаких дополнительных дурацких фишек в виде бардачков. Ну, конечно, бардачок классный, но здесь поинтереснее одна вещь. Это место здесь внутри занимает большая, хорошая массивная батарея с вот таким вот хорошим зарядным устройством, которое с нормальной скоростью его заряжает. Здесь у нас с вами вот фишка, которую я считаю, классный маятник, в котором строен мотор, что позволяет такое расположение мотора сделать с вами ремень, что убирает звук. И вот на мой взгляд, вот это я понимаю фишки, а не всякие вот эти вот компьютерчики и вот эти вот мелочи. Какие же все-таки права на этот байк нужны и что за новые поправки? Давайте с вами начнем с мотора. Здесь у нас номинальная мощность мотора 3,9 кВт. Этот мотор позволяет вам ездить с правами категории М. Раньше как было? Вы только с категории Б уже могли управлять данным байком. Сейчас участились случаи, сотрудники постоянно спрашивают М-категорию, чтобы она была проставлена у вас в правах, чтобы убедиться, что у вас нету ограничений для управления по здоровью. Вообще, М – это младшая категория от Б. Б полноценно позволяет использовать данный вид техники. Но для того, чтобы не разводить полемику, постоянно не участвовать в этих разговорах с сотрудниками, я считаю, что лучше сделать так, как нравится нашим сотрудникам ГИБДД. Поэтому лучше получить эту М. Для этого вам понадобится только одна справка. Никаких экзаменов. Вы приносите эту справку, просите обновить вам права, вам ставят М и катаетесь со спокойной душой. Чтобы данные были максимально точные и честные, замер производили специальным прибором Драги. Кстати, для тех, кто из Москвы, если вы рассматриваете приобретение, вы можете по ссылке в описании перейти и записаться на тест-драйв к нам в шоурум. И там же по этой ссылке вы найдете актуальную цену и подробные технические характеристики на этот мотоцикл. Касаемо разгона, результат получился 5 секунд до 60 км в час. Вы скажете, что почему не так динамично? И правда, это не самый впечатляющий результат для электромотоцикла. При этом этого более чем достаточно. Для динамичных разгонов чувствовать себя уверенно, всегда стартовать первым. И я это проверил на себе за полтора года езды на нем. В городе у нас с вами как? 60, 80, 100 км в час. Это разрешенные на Амкаде, ну, 120 едут, никто не едет по разрешенным. Вот. Здесь у нас заявляет производитель, я даже вам вслух поговорить не буду, но большие показатели. Еще и буст уже за пределами. Ты нажимаешь и говорит, еще быстрее разгоняется. Что-то я, если честно, сомневаюсь. Давайте-ка мы с вами это все проверим на деле. По максимальной скорости. Производитель заявляет, что байк сможет разогнаться аж до 140 км в час, используя кнопку Boost. Наверняка эти данные получены в каких-то идеальных условиях, но нам удалось его разогнать до 143 км в час. По ровной дороге мотоцикл уверенно разгоняется до 125 км в час. Дальше динамика проседает, но 130 набирает очень даже легко. Для электромотоцикла это отличный результат. Самый часто задаваемый вопрос это где, как заряжать, сколько по времени заряжается. Здесь у нас с вами установлен зарядный порт типа Type 2, который у нас использовать можно по двум назначениям. Первое. В комплекте у вас идет вот такой вот пистолет, который мы сюда с вами втыкаем. И можем заряжаться от любой обычной самой обыкновенной розетки 220 вольт. Как я уже говорил, на борту установлено зарядное устройство, которое, как заявляет производитель, заряжает его за 4 часа. Что мы с вами чуть позже проверим. И второй способ, которым можно использовать данную зарядку. Как заявляют некоторые конкуренты некомпетентные, что этот способ нерабочий и с помощью него невозможно заряжать байк. Я согласен, скорее всего, на низкокачественной технике, и правда это невозможно. Но на наших байках вы можете спокойно подключить зарядную автомобильную станцию на улице и зарядить свой байк. Так, ставим на зарядку. На городском. Активировались. Все, зарядка пошла, вот он включается. Все, зарядка пошла. А заявленную фабрикой скорость зарядки в 4 часа мы решили проверить и в реальных условиях зарядить этот мотоцикл до 100%. За 4,5 часа байк зарядили до 90%. Потом просто кончилась флешка. Простыми подсчетами получаем, что полная зарядка с нуля до 100% займет менее 6 часов. Это чуть больше, чем заявлено производителем, но для такого емкого аккумулятора это шикарный результат. Самый важный вопрос. Сколько реально проедет этот электромотоцикл по городу в настоящих условиях? Производитель заявляет 430 там с чем-то километров при каких-то, видимо, идеальных условиях. Я, ну, мы все понимаем с вами, что придется делить эту цифру. Давайте постепенно. Батарея 133 вольта. Вольтаж отвечает за количество ячеек в цепи. Когда больше вольтаж, их больше. Поэтому ампераж здесь 116 ампер, казалось бы, меньше, но правильно считать, перемножая эти две цифры, и мы получаем совокупную мощность батареи 15,4 киловатт-часа, что является лидером среди всех электромотоциклов, представленных на рынке. Но я почти уверен, что вот эту заявленную цифру нам все равно придется поделить с вами, скорее всего, на два, потому что мы будем замерять реальный пробег в городе, в реальных условиях, на всех режимах, в том числе разгоняясь до максималки, поехали. Для этого мы выделили отдельный день и высадили батареи со 100 до 10%. Замер производили как в городских условиях, так и на трассах за пределами города. У Алренда мощный аккумулятор, хорошая максималка, и он полноценно претендует на использование не только в черте города, но и за городом. В таком режиме байк проехал 226 честных километров, и еще осталось 10% заряда. Итого, его реальный пробег без экономии составляет 250 километров. Но нужно учитывать, что последние 10% являются докаточными, и полноценно на максималке вы его использовать не сможете. По итогу, с полной уверенности скажу, что Алренда на текущий момент лидер среди электромотоциклов, особенно если вам нужен большой запас хода. Но, к сожалению, у него есть неочевидные недостатки, которые встречаются у многих электромотоциклов. О них я подробно рассказал в этом видео.